пишем третий урок сегодня всем доброго времени опять поговорим про картинки спрайтики про квады мы остановились во втором уроке на квадах давайте посмотрим что у нас за проект сейчас простенький просто один спрайтик грузим изображение большое вот оно на изображение как в прошлый раз видите квад у нас здесь про то как высчитывать квад там его координаты размер и так далее посмотрите на во втором уроке так здесь хочу небольшую оптимизацию сделать вот видите здесь мы должны указать расстояние в пикселях значит координаты левого верхнего угла квада здесь по иксу сколько по игреку потом можно указать его ширину высоту ширину картинки высоту картинки так и вот здесь мы не вручную указываем ширину и высоту изображения со спрайтшит мы берем пользуемся методами загруженного изображения получить ширину получить высоту но можно еще проще сделать давайте get dimensions и посмотрим так где эту точекную опечаточку но смотрим love image какие у нас есть get dimensions все должно быть нормально понятно я опечатался все отлично могу сказать ну лова во первых умеет возвращать не функции возвращает не одно значение несколько сколько хотите в данном случае наш вот этот метод функция get dimensions возвращает два значения это ширину и высоту картинки так что и быстрее работает кстати чем получение просто ширины просто высоты вот так ну давайте сегодня основной упор я хочу сделать в этом уроке на то чтобы меньше мы возились со всякими цифрами и чтобы меньше ручной такой рутинной работы было например вы дали своему другу задание нарисуй ко мне волшебника какого-нибудь героя кучу спрайтиков вы ему сказали ну примерно размер вот такой то и все ваш друг рисует вы его не контролируете тут ваш друг присылает вам новый файлик он нарисовал так ну размеры примерно как вы говорили но тем не менее отличаются и вы хотите быстренько получить квады всех и всех нужных вам спрайтиков вот без переписывания и координат вручную я для этого хочу порекомендовать замечательную бесплатную утилиту называется квадтастик видимо от слова квад и фантастика давайте запустим это приложение посмотрим так сразу предупреждаю ребята кто пользуется национальными символами допустим кириллическими или юникодом в названиях папок вот у меня например смотрите папка здесь русские буквы квадтастик не любит точнее не будет работать с папками названными с именами которые содержат юникод поэтому мне пришлось перенести рабочий проект на рабочий стол создать там папку вот видите все латинскими буковками ну ладно это небольшая жертва для такой удобной программы так ну чтобы открыть какое-то изображение можно просто сделать drag and drop брас бросили изображение фантастик все она загружена так ну вы помните наверное что если держать control и вращать колесико мыши вверх вниз кстати квадтастик это мультиплатформенное приложение ну уж по про mac os linux вы сами там почитаете как устанавливать как запускать какие там клавиши управления и так что позволяет нам делать эту утилита она позволяет нам автоматически узнать все координаты всех квадов которые мы хотим я вот только не помню давайте о каких-то моментах вы сами разберетесь мы будем пользоваться инструментом волшебная палочка автоматически автоматическое создание квадов используя данные о прозрачности ну вот смотрите выбрали эту волшебную палочку я еще не кликаю просто вожу курсором у меня уже утилита квадтастик автоматически подсвечивает спрайтики смотрите щелкаем вот справа появилась появился квад он уже запомнен щелкаем следующий по порядку эти 4 5 причем можно например в любом порядке пощелкать и у нас здесь есть интересная кнопочка сортировка отсортировать квады сверху вниз и слева направо так что по идее в любом порядке мы бы нащелкали здесь квады потом нажали сортировку и получили отсортированные вещи но это еще не все мы можем каждый квадик называть каким-то именем мер ну естественно юникод нельзя использовать так ну вот у у нас есть безымянные изымянные какие-то квадики есть вася вот это у нас вася так ну давайте я вам так выделил с шифтом давайте я сейчас нормально отмечу спрайты чтобы мы могли проверить как все это работает 1 2 3 4 5 6 7 8 9 хорошо нам этих спрайтиков пока хватит давайте попробуем сохраним файл сохранить спрашивает где по умолчанию подставляется та же папка из которой был drag and drop совершен давайте хиро напишем это наш герой хиро пишет создан файл давайте посмотрим что за файл у нас создался в ресурсах вот он хиру мы его загрузили да что же мы здесь видим это файл луа так что мы можем загружать в наш проект или можем скопировать вот этот код ну давайте не будем копировать давайте попробуем вот загрузить и мы видим все наши квады перечисленные расстояние от левого верхнего угла спрайт-шит и ширина и высота каждого из этих спрайтиков вот эта информация она используется только для редактора например если мы хотим заново открыть этот же файл добавить новые спрайтики мы можем написать файл open и тогда он автоматически загрузит картинку png ну в нашем случае пнг и подсветит подсветит все выделит все спрайтики так давайте посмотрим шпаргалочку как там пользоваться вещами воспользуемся библиотечкой эту библиотеку которая идет в составе квадтастика нам нужно будет скопировать наш проект давайте и и так ну пока я наш спрайт с героем не буду убирать он нам от предыдущего урока он нам мешаться не будет так ну запускать бесполезно потому что естественно нужно указать квад в данном случае у нас hero вот спрайт-шит его картинка спр 2 по моему спр 2 давайте проверим а спр 3 даже ну ладно спр 3 а вот этой вот ли квадтастик библиотеки у нас нет мы должны ее тоже загрузить давайте посмотрим как ее загрузить откуда взять так идем в исходник так ну лицензия включена прям сразу библиотечку библиотечку давайте ее сохраним давайте ее сохраним так что-то я в этом эдче немножко плаваю так так давайте назову эту библиотечку LQ чтобы нам не набирать много здесь тоже получается будет LQ мы должны загрузить LQ require LQ так ну ошибок вроде бы нет но в любом случае мы ничего не выводим давайте добавим вывод на экран хотя бы первого загруженного квада нашего героя так имидж 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 у нас наш герой точнее его спрайтшит все спрайтики он находится у нас перемены имидж имидж так квады у нас а а а а а а а а а квады у нас находится здесь так что там я угу все правильно квады 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 давайте попробуем ну ничего не должно произойти потому что мы не указали конкретно какой-то квады давайте например 1 попробуем ну отлично давайте удалим удалим Все данные Не все данные А то, что от предыдущего урока оставалось Так Комментарии нам тоже Нужно я сейчас еще раз Поясню, что и как Так, запускаем Да, вот есть наш персонаж Давайте тогда Чтобы было повеселее В цикле выведем Все квады, которые у нас есть Сейчас For n Равно от 1 До Количества квад Quads Do End Так, я не вижу, что что-то меняется Но понятно, здесь нужно уже не Число указать, а Индекс Ну вот Видно, что несколько спрайтов Поместились Давайте x плюс n Умноженное, например, на 10 Ну вот квады выводятся Ну все слитно Давайте попробуем сделать так, чтобы Посмотрим, во-первых, на нашего героя Какие данные есть в наших квадах Ага, тут мы уже имеем ширину каждого спрайтика Видите, они даже отличаются Вот одна немножко поуже Так, где мы можем Вот Все данные у нас находятся Про квад Доступ мы к ним не имеем Но в принципе мы можем взять И узнать Ширину Этого же квада Нет Что-то я Так, давайте посмотрим Давайте посмотрим Графика Квад Какие у него есть методы Так Ага, нужно брать GetViewPort GetViewPort И, к сожалению По текущему кваду Любой, который вы определили В прошлом уроке И присвоили ее кваду Можно вызывать Вот такой метод Чтобы получить Координаты XY от левого верхнего угла В том большом Спрайт-шит В том большом файлике С кучей спрайтов В том числе Ширину и Высоту Ну давайте Как можно сделать Получить ширину Спрайтика Можно, конечно Сделать вот так Есть такое Так, ну тут, конечно Квад Идет Квад Тоже N Мы у него должны Ширину Узнать Чтобы Так N умножить на W Ну, надеюсь Вы видите Что я сделал неправильно Перед тем Как запустить А сделал я неправильно Вот что Во-первых Я порчу переменные Видите Глобальная переменная X И здесь я в X Тоже получается Присваиваю Каждый раз Какое-то новое значение Нужно написать Local Давайте Пусть эти переменные Будут по крайней мере Внутри вот этой функции Не будут портить Глобальные переменные Но это сильно не помогло Потому что мы здесь уже Определили X И этим же X Мы пользуемся здесь Вы помните Что нам Из текущего квада Нужно Только ширину Ширину Вот этого квадратика Узнать Ширину квадратика Кстати Можно Наверное Удобно Смотреть И здесь Так Да Вот мы выбрали Например Второй И мы уже Видим Здесь X Y Это Как раз Расстояние По X Ну понятно И вот здесь Ширина Высота Указана Так В Луа Есть такое соглашение Если функция Возвращает Несколько значений И нужно Отбросить Некоторые значения И получить Нужное Какое-то Определенное Значение Мы Ненужные Заменяем Наком Подчеркивания Поэтому В результате У нас Ну как бы В этих подчеркиваниях Хранится мусор Который никому Не нужен Который потом Освободится И исчезнет А Значение Которое нам Необходимо Будет записано В W Давайте посмотрим Как замечательно У меня тут Все отобразилось Но мне Вот эта Ерунда Не нравится Что нам пришлось Лишнюю строчку Создавать И так далее А нельзя ли Вот здесь Как-то Подставить Вот эту Функцию Но вырезать Сразу Третье Третье Значение Но Кажется Можно У меня Там есть Урок Записан Называется Функция Со множеством Аргументов Как-то Так Можете Там Посмотреть Подробнее Здесь Я воспользуюсь Такой Селект Которые Встроены В луа Которая Из списка Возвращаемого Она Выбирает Нам нужен Третий Один Два Три Третий Результат И дальше Это Зазначает Что она Не просто Троечку Возьмет Она возьмет Дубль В И Следующий Но При операции Умножения У нас будет Использовано Только первое Правильно Я скобки Поставил Давайте Вот это Мы Вообще Закомментируем Запустим Так Что-то Я не то Указал А Select Видите Подсветилось Значит Есть такое Слово Все Отлично Так Что-то Мне не нравится Все Отлично У нас Работает Посмотрите Давайте Сохраним Теперь Если мы Хотим Добавить Еще Так Еще раз Подождите Запущу Посмотрю Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Давайте Еще два Спрайтика Добавим И посмотрим И посмотрим Девять Давайте Вот этот Добавим Десятый Какой Ни Еще Смешной Вот этот Ну Делаем Делаем Файл Сохранить Запускаем Смотрите У нас Спрайты Появились Все Отлично Как Так Произошло А дело В том Что При Сохранении Наш Файл С героями Hero Обновился Добавились Новые Значения Так Но мне Не нравится То что Мы Обращаемся Конечно Для Анимации Помните Мы Смотрели Фреймы У Космического Корабля В первом Уроке Я Менял Фрейм Один Два Один Два И Как Б Горячий Двигатель Космического Корабля Анимировался Но Здесь У нас Раз Два Три Четыре Здесь Мы Тоже Можем Сделать Давайте Я Быстренько Сделаю Чтобы Так Фрейм Номер Один Пилей Ноль Дuration Пусть Будет Например Ноль Три Я Повторяю На самом Деле Строки Которые У нас Уже Были В первом Уроке Это Ничего Страшное Повторение Мать Учения Так Делай Делай Равно Делей Плюс ДТ Дельта Тайм Это Сколько Произошло Времени С момента Прошлой Отрисовки Кадра если 60 кадров отрисуется то ну если этот dt умножить на 60 получится 1 секунда будет равно единичке ну можете представить чему равен один кадр чему dt в среднем одного кадра равно это означает что единица разделить на 60 примерно столько и так здесь мы копим копим задержку для переворачивания для получения следующего фрейма нашего спрайтика так и здесь мы должны проверить и в delay больше duration then delay сбрасываем delay опять в ноль как мы здесь сделали но мы не просто сбрасываем и здесь должны сразу еще и переключить на следующий фреймик следующий кадрик присвоить плюс один здесь условия тоже сделаем ну давайте без условий и посмотрим как это работает так что нам нужно значит сделать давайте цикл мы убираем будем выводить наш спрайт просто анимацию спрайта по очереди значит здесь вместо n мы пишем никаких двигов по координате x нам не надо просто на одном месте будет показываться отлично идет перевод и вылетела почему вылетела много наверное из первого урока помните что нельзя бесконечно увеличить у нас кадриков то в нашем hero ограниченное количество 1 2 3 4 и когда мы превышаем там 15 допустим такого квадов таблицы нет и система рушится поэтому мы здесь условия поставим больше чем количество квадс кстати давайте сразу договоримся если вы будете делать свой проект не нажимаете переменной просто имидж просто квадс вот что за картинка вот к чему она имеет отношение в этой картинке может быть и герои и враги ваши квады тоже кому имеет отношение называйте субом например hero квадс или там hero имидж ну ладно сами сами принимайте так здесь сбрасываем на первый кадрик давайте я побыстрее сделаю долго было ждать отличная анимация не считая наших уродливых спрайтов добавлены в конце давайте мы эти уродливые спрайтики посмотрим да вот этот удалили удалили и этот удалили и все по моему можно опять сейф запускаем наш проектик но вот я вижу все равно какое-то дергание плюс дергание влево вправо но один из спрайтов вот мы видели что у него а даже не один вот два них видите ширина отличается ну ладно это дело поправимое насчет смещения по иксу по ирику спрайтов это отдельная вообще задача мы когда будем на в другом уроке а изучать простую библиотеку они они анимации animate вот может быть она вам больше понравится чем вот то что мы сейчас сквадами дело но то что сейчас мы делаем сквадами это как-то то что более профессионально это более экономичный подход к видеопамяти ресурсам что надо разбираться понимать так ладно давайте мне вот вот такое вот неименованное положение дел не нравится давайте попробуем сделать так вот я ищу какие-то повторяющиеся спрайтики чтобы было не очень много вот например раз два три четыре пять шесть по моему это спрайты хождения так давайте волшебная палочка опять их добавим раз два три четыре пять шесть вот они шесть я их вот так выделил и давайте я им дам имя а надо их объединить вот вот эта вот штучка создать новую группу и группу я уже могу назвать именем группа у нас будет называться вниз сохраним наши спрайтики и посмотрим как в проекте изменился так что у нас появилось значит остался массив ну таблица с индексами 1 2 3 4 5 до длины и появилась какая-то еще именованная таблица вниз здесь у нас спрайтики которые я сейчас выделял все конечно выглядит здорово и мне особенно нравится что здесь есть уже какое-то название ну давайте посмотрим наш проект от этого не сломался будет ли работать как работал так и работает но вот это вот вниз я не вижу ну ладно давайте попробуем выведем ту группу которая у меня указано вниз так ну здесь давайте уже x и y я не использую я имею ну переменные давайте сделаем координаты 200 у пусть 200 и делаем не квадс такую штучку а делаем квадс точка вниз здесь делаем первый кадрик смотрим отлично кадр правильно выбрали так что если я теперь давайте вот так вот сделаем тут уже другое количество кадров давайте сделаем работает у меня да ну ничего не анимируется потому что я должен тоже примерно вот такую вот вещь сделать скорость анимации будет такая же так что дилей общий элементное общее на все вот это а вот номер самого фрейма я изменю и здесь мы тоже должны указывать не квадс смотреть что произойдет оп вылетела потому что мы считаем количество не вот этих вот спрайтов а уже который находится вниз поэтому мы должны указать здесь не просто квадс квадс точка вниз запускаем отлично прям прям еще чуть-чуть и уже игра вот хочется играть по-моему спрайтики из спиланки не ошибаюсь так все же сделать так а давайте я первую тогда назову влево давайте объединил первую вот эту группу объединил создаем группу создаем имя они влево тут у нас вправо на право сохранили что думаете как вылетит предполагая что вылетит ждет квад а квада такого нет мы можем здесь просто написать квадс . право это же самое нужно еще вот сюда добавить где мы вправо количество считали отлично как же теперь ближе к игре все это сделать так ну давайте тоже трюк с кнопкой нашей мыши так как у нас там мышка love mouse love mouse is down это он тоже уже показывал можно давайте не мышку сделано давайте сделаем тогда с клавиатурой я заодно про клавиатуру вам расскажу вот лавки борт из даун есть лавки борт из даун например 1 запятая 2 давайте один чтоб не смущает вас дэн так ну я несколько способов ладно покажу так а что-то я не хорошее дело надо не ладно надо вот так вот делать или даже не так нет пусть ладно ничего мы туда не заносим вот и все условия здесь у нас останется только вывод графики ничего не надо никаких условий делать в цикле лавдрам ну или минимальные какие-то условия все должно происходить в лав апдейт здесь мы должны проверять нажатые клавиши и так далее так вправо вниз здесь мы должны без всяких уже индексов просто будет кар это current текущий квад давайте запустим посмотрим давайте здесь условия возможно оно отрисовывается раньше можно конечно инициализировать каким-то уже квадом вручную не хочу этого делать давайте проверим если у нас существует куркват тогда мы его и рисуем иначе нет так так а ну понятно я в какую-то в какую-то переменную q заношу который у нас нет который не использую давайте что-то мне не нравится урок длинноватый так ребята не понял ну ладно а дошло почему он моргает смотрите количество фреймов считается как для самой длинной ну вот сейчас мы смотрим вниз у нас там по-моему 9 кадриков что ли там 6 кадриков в большом цикле там вроде 10 так как я добавил вот это вот условие вот здесь если такой квад есть то рисуй то когда квада нет переполнения ну например мы не существующим кадрик ну вот смотрите вот здесь мы рисуем все нормально точнее нет 1 2 3 4 5 и так далее но если мы вместо вправо подставляем список со спрайтиками вниз то иногда у нас выходит за границу таблицы наш индекс 1 2 3 4 5 6 7 но программа наша не вылетает потому что мы поставили условия она моргает так ну давайте тогда переделаем вот эту вот штуку сейчас сделаем как то вот тоже чтобы поменьше писать чтоб от условий избавиться от лишних так и вообще мы можем теперь избавиться и от вот этой вот вещи так это все нормально это мы задержку чтобы не в каждом кадре у нас смена не при каждой отрисовке на экране у нас менялся следующий кадр что была задержка а вот здесь вот в этом давайте здесь тогда кур квад поставим зачем писать зачем писать конкретный какой-то квад зачем писать конкретный какой-то квад у нас в него уже занесен занесен этот ах нет так не подойдет ну ладно давайте поумнее запишем тогда вот так сделаем ур квад а в него мы будем заносить текст конечно нам много придется переделать так не кур квад здесь нажму здесь будет у нас квад кур квад и какой-то кадр у него будет здесь мы должны проверять тогда еще и вот так не может быть чтоб все заработало сразу фантастика так ну здесь значит какая-то ошибка кур квад да что то а нет все правильно все правильно мы берем количество в текущем кваде элементов все правильно ну отлично так ну вы понимаете так давайте еще так сделаем это я нажимаю клавишу единица и держу да и идет как будто бы вправо отпускаю идет вниз давайте сделаем так что если он вправо идет тогда мы я опять верну сюда x опять сюда y верну так если идет вправо тогда делаем x присвоить x плюс 100 умножить ну давайте не 100 я уже сразу говорю что правило хорош что но давайте сразу скорость героя hero speed будет равна например у нас 100 здесь мы будем может идти здесь мы будем y прибавлять прибавлять я вам пример еще конечно дам ну хождение вверх например вот а остальное вы уж сами должны додумать и вообще урок можно заканчивать а понятно он либо идет вниз либо идет вправо но в любом случае он ходит да ну давайте сделаем давайте сделаем все таки хождение вверх а то что за безобразие как просто только мы здесь будем не else а else if значит иначе если и тут мы уже проверяем нажатие другой клавиши давайте здесь двоечка будет тоже пусть используются спрайтики вниз но мы же не добавили вверх если вы сейчас выделите спрайтики создадите группу вверх давайте сделаем давайте хитро сделаем так не знал как не группы два три 4 5 6 это какая-то ходьба а здесь уже по моему даже бег есть ну ладно давайте назовем вверх это пять группу выделили назвали ими вверх сохранили иди нам нам ничего нет не надо здесь вверх как здорово как мне это все нравится делаем минус y потому что помните что левый верхний экран координата y откуда у нас начало отсчета вверху 1 2 3 4 5 6 7 8 так до 600 так вверх все нормально неужели будет работать да работает отлично и посмотрите как мало кода у нас а ну вот и все ерунду вообще стираем лишнюю и тут тоже можно было поменьше сделать так ну давайте еще по кваду что-нибудь скажу что если можно делать а вот вот интересная вещь кстати вот сейчас клавишу escape нажал смотрите если у меня выделена какая-то группа если я сейчас начну волшебной палочкой нажимать на новый спрайт и она будет в эту группу добавлять но чтобы она добавляла опять в корень чтоб я потом мог сгруппировать ну без лишнего возни нажимаем escape видите у нас текущей нет группы так бывает что спрайт состоит из двух кусочков что же делать вот волшебная палочка а спрайт он должен состоять из двух этих человечков например ну кстати сердечко сердечко это нормально а вот из двух допустим вот этот вот человечка сердечко что мы делаем нажимаем волшебную палочку и тянем и отпускаем не получилось она выделила два тогда вот так выделяем два ох ребята ладно придется документацию читать кстати control z здесь тоже отмена ведь control z control z и все ненужные добавленные спрайтики отменились давайте лучше я сейчас напоследок перейду на сайт инструкции кстати я еще не показал как где скачать вот этот экзешник fantastic здесь вы видите адрес можете по имени fantastic найти вот а вообще у автора здесь написано что fantastic можно скачать например вот здесь вот не буду тратить вот у меня уже у этого юзера 25a0 на itch.io есть fantastic папка там можно ему кстати заплатить можно скачать для windows для macos можно просто love скачать файл посмотреть как этот человек сделал исходники извлекаются вот кстати эту библиотеку я скачивал из его гитхаба можно было здесь взять файлик так ну давайте все таки вернемся к инструкциям что же может делать это еще классная утилита квадтастик я вот я пишу сейчас с друзьями свой проект а когда я начал писать квадтастик у меня не было этой утилиты иначе бы мы ей пользовались мы написали на javascript там специальный утилит для импорта спрайтов из спрайтшитов там не так все удобно не так вот но переходить пока нам не хочется время тратить но в новых проектах я бы использовался квадтастик потому что классная штука так что у нас квадтастик умеет ну умеет создавать квады прямо из вашего спрайтшита содержит ваши квады отсортированными группированными как вам надо ну вы только что видели чему я вас научил как группировать квады в группы как можно давать им имена кстати внутри этих групп каждому из кадриков можно давать тоже свое имя но тогда вы будете обращаться уже к этим квадам не вот так не через скобки что квады кадр такой-то опишем а ну вот кадр здесь такой опишем вместо вот этого например так вася ну понятно что этого не должно быть и тогда он обратиться кваду который внутри группы с названием вася так двигать и изменять размеры существующих квадов ну это тоже посмотрите используя использовать волшебную палочку создавать квады основываясь на прозрачном фоне ну вот то что мы сейчас с вами делали так а вот еще есть классная штука если вы смотрели пиксель арт графика художники ставят перед собой задачу например дано 16 цветов я рисую в этих 16 цветах а какие-то спрайтики что если вы хотите из картинки эти цвета перенести к себе в проект чтобы вы будете делать возьмете эту картинку откройте в каком-нибудь paint используйте где у нас пипетка инструмент пипетка так цвета вот смотрите пипеткой щелкаю и она у меня находит вот этот цвет до переписываем rgb каждого цвета вручную переносим проект но честно говоря это тоскливенько немножко поэтому можно что сделать художник рисует небольшого размера прямоугольники видите их даже размеры не важно мы используем инструмент палитра импорт палитры выделяем эти прямоугольники квадтастик сам понимает все эти квадраты сам разделяет их и в результате получается палитра мы ее должны переименовать палитру но как ей пользоваться тут есть пример как номера цветов получить вашем проекте далее этот квадтастик он не только слав 2d будет работать с любым проектом который написан на луа а если даже вы не используете луа то можно просто экспортировать табличку со всеми этими квадами форматах джейсон или xml пожалуйста или свой экспортер написать там на луа небольшой кодик вот вроде все ух урок длинный получился ну надеюсь полезный большое вам спасибо что слушали меня подписывайтесь ставьте ставьте лайки лайки лавки возьмем ставьте лавки на все старые видосики в комментариях можете заказывать какие уроки будем еще записывать принципе у меня планируется по анимации еще по одной библиотеке которая простая что писать простые игры анимейт называется и по сети вот был заказ в комментарии ну попробуем записать всем пока